Мы сегодня находимся в офисе агентства недвижимости DDA в Алматы. С нами директор агентства недвижимости Ксения Валентиновна Миронова. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, почему Дубай так стремительно вошел в моду? Сейчас практически из каждого радиоприемника на каждом рекламной щите именно Дубай. Почему туда все звезды уезжают отдыхать? Потому что Дубай — это арабская сказка. Мне кажется, каждый из нас мечтал или до сих пор мечтает побывать в данной сказке. Дубай — открытая страна, безвизовая страна практически. Поэтому можно из любой точки мира долететь до Дубая, ну буквально, не знаю, за 5 часов. Там круглый год, лето, там рай. Поэтому почему нет? Я бы тоже выбрала Дубай. Почему именно Дубай, а, предположим, не Турция? И Турция тоже. Если вы спросите, что вы предлагаете вашим клиентам, мы предлагаем приобрести недвижимость в Дубае и Турции. И не просто так. Потому что Дубай — это круглый год лета, круглый год солнца. Турция тоже прекрасная страна, где практически всегда можно приехать и хорошо отдохнуть, загореть, побыть на море, погулять по тому же самому Стамбулу, который невероятно прекрасен. Поэтому и Турция, и Дубай. А что все-таки предпочтительнее? Куда вы думаете, как лучше инвестировать? Или зачем, в принципе, нужны именно эти два направления? Почему не выбрать что-то другое? Не выбрать, например, местную недвижимость? Я думаю, если наши клиенты приобретут недвижимость или в Дубае, или в Турции, либо сразу в двух этих странах, они не прогадают. Потому что ни в одной из этой страны нет абсолютно никаких каких-то сложных процедур оформления недвижимости в собственность, нет налогов. Кто живет в Дубае и как туда переехать жить? Наверное, проще спросить, кто не живет в Дубае. Сейчас в Дубае абсолютно доступная страна для каждого из нас. Обычные простые смертные люди, назовем их так, которые имеют доходность до 2000 долларов или от 2000 долларов. В Дубае переехать, приехать, это все как бы очень просто. Берешь билет, приезжаешь по туристической визе. Не берешь билет, приобретаешь недвижимость, от 200-5000 долларов и получаешь ВНЖ. Все очень просто. Главное, мне кажется, заняться этим вопросом, а задачи с этим вопросом. И мы помогаем нашим клиентам стать счастливее, стать богаче. Мы помогаем исполнить их мечту. Чем в принципе можно заниматься в Дубае? В Дубае, помимо того, что можно бесконечно гулять и восхищаться красотами данной страны, можно работать. Можно строить бизнес. Можно вкладывать инвестиции, чтобы инвестиции на тебя работали. В Дубае можно заниматься всем, чем угодно. Насколько я знаю, там больше популярна именно работа для мигрантов из других стран. Не из Казахстана, предположим, не из России, не из Грузии, а больше индусов и пакистанцев, например. То есть исследовательные рабочие места больше выделяют для них. Я даже знаю, что существует определенная градация. Факт остается фактом, безусловно. Это даже не поспоришь. Но мне кажется, любой человек, который имеет цель устроиться на работу, он достигнет этой цели. И наверняка пути трудоустройства, они тоже просты. Нужно просто этим вопросом заняться. А что касается налогового законодательства, я знаю то, что оно, как таковое, очень лояльно. Оно очень открыто. Оно открыто абсолютно ко всем людям. Абсолютно ко всем странам. Потому что налог ноль. Налог ноль на прибыль. Там просто, в принципе, нет налогов. Если мы говорим о том, что наши клиенты приобретают недвижимость в Дубае, они уплачивают единоразово. Налог 4%, он называется DLD. Больше никаких налогов он не платит. И то, что это за налог? Это налог, который обеспечивает гарантии нашим клиентам, что не будет от застройщиков недостроя. Ты заплатил 4% и живешь спокойно. Если перевести в рубли, в доллары, ну это копейки за ту гарантию, которую получает наш клиент. И это получается 4% вне зависимости от того, с какой изначальной суммой мы заходим. 4% от стоимости недвижимости. От общей суммы. Да, совершенно верно. Уплачивается государство. Почему люди выбирают именно Дубай? Почему русские выбирают Дубай? Почему казахстанцы выбирают Дубай? Почему грузины выбирают Дубай? Вы были в Дубае? Да. Вы хотите туда еще раз вернуться? Однозначно. Почему? Потому что там тепло. А еще почему? Потому что там очень развита инфраструктура. И всегда есть что делать, всегда есть куда сходить. Вы знаете, я тоже была в Дубае. И еще неоднократно вернусь в эту прекрасную страну. Я не побоюсь этого слова. Для меня это сказка. Это арабская сказка. Мы все, да, люди из 90-х, так сказать, мы смотрели Аладдина. И каждая из нас, мне кажется, мечтала стать принцессой Жасмин. Действительно, все то, что нарисовано, описано в этом мультике, это есть в реальной жизни. Я когда прилетала в Дубай, мне хотелось просто снять обувь и пойти босиком. Потому что настолько чистота в данной стране, в данном городе. Там нет абсолютно преступности. Ты оставишь свой, не знаю, айфон. Придешь через час, через день, через два. Он будет лежать на том же самом месте. Потому что с преступностью у них все очень строго. До сих пор, даже в наши современные времена, там нет воровства. Ты оставишь, не знаю, сумку на пляже, она там и останется. Потому что если тебя поймают, тебе отрубят руку, палец, не знаю, ну ты будешь наказан. Наказан так, что тебе больше не захочется этого делать. Поэтому мы советуем нашим клиентам приобретать недвижимость, переезжать в Дубай, путешествовать по Дубаю. Потому что там безопасно. А с безопасностью сейчас, к сожалению, в нашей стране не все так спокойно. Все равно же есть неблагополучные районы, в которых очень много подозрительных личностей. И мне лично было страшно в некоторых местах ходить одной. Особенно на закате уже. А вы там не ходите. Наша компания, Дидея Реал Эстейт, мы работаем только с самыми крупными и топовыми застройщиками, которые гарантируют, что объект недвижимости, который они строят, они будут в безопасных, абсолютно безопасных местах. Где и будут свои собственные парки, свои собственные пляжи, свои собственные лагуны. Представляете, лагуну сделать, где просто голубая водичка, тепленькая. Все, я уже в Дубае мысленно. Есть застройщики, с которыми мы не работаем. Не думаю, что они плохие. Потому что они ненадежны. И, соответственно, предлагать то, что ненадежно, для нас табу. Если мы клиенту говорим о том, что тот объект недвижимости, где он приобретает или для инвестиций, или для проживания своей семьей, там будет хорошо, красиво и безопасно. Тут хотела бы тогда сразу еще спросить по поводу приобретения недвижимости. Некоторые говорят то, что приобретая недвижимость, мы покупаем ее только на 100 лет. Я знаю то, что есть определенные локации, где вообще нельзя покупать, а есть, где определенные ограничения по правам приобретения. Вы знаете, мы не можем продать недвижимость в некоторых районах, например, Пальма-Джумейра. Там проживают местные. Даже если простой смертный и непростой смертный захочет приобрести там недвижимость, он не сможет этого сделать, если он не араб. Вопрос очень важный по поводу недостатка в Дубае. Многие говорят то, что там слишком жарко, песчаные бури. Кто-то любит прям жиру, кто-то любит прохладу, кто-то любит солнце, кто-то любит дождь. Я всеядна. Я люблю и то, и другое. И попасть в песчаную бурю, наверное, для меня это был бы увлекательный аттракцион. Да, безусловно, конечно, я знаю, что местные жители, местные арабы, они летом стараются покинуть свою страну, потому что сильно жарко. Мы же русские, что делаем? Мы едем, не знаю, в Турцию, в Дубай, в 40-градусную жиру, берем с собой еще крема, чтобы прям загореть так, что потеряешься в темноте. Русские очень теплолюбивы. Почему мы в Казахстане открыли офис? Потому что местные казахи, они тоже замерзают и тоже хотят в теплые страны. Дубай очень приветливый, очень любят туристов. Он в топ-3 входит по шопингу. Люди едут туда не только отдохнуть, но и купить какие-то супербрендовые вещи. Тем более сейчас в России, к сожалению, ввели санкции и те же самые Луи Виттон уже не купить. Задо в Казахстане можно купить и в Дубае. В Дубае есть все. Даже оснащены торговые центры, где можно кататься на борде, на лыжах. Да, вы же знаете. Поэтому те клиенты, которые могут устать от невыносимой жиры, они всегда могут попасть в холод. Зачем нужна виза в Дубае именно по приобретению недвижимости? Чем она отличается от обычной туристической визы и какие другие дают права? По туристической визе вы можете находиться там не более 30 дней. Резидентство в НЖ выдается на 5 лет. И вы можете спокойно заниматься какой-либо деятельностью, устраиваться на работу. Если за эти 5 лет вы себя проявите хорошо, в том плане, что у вас там не будет штрафов, каких-то нарушений, воровства, такая хорошая, скажем, история, вы в дальнейшем сможете и брать ипотеку в банках, какие-то кредиты, что тоже очень и очень перспективно. Какие районы самые перспективные в Дубае? Как для инвестиций, так и, в принципе, если посмотреть на будущее их развития, хотя, вероятнее всего, эти вопросы как раз-таки перекликаются, что больше развивается, то и выгоднее для инвестиций. Вы знаете, мне кажется, какой бы ты клочок земли в Дубае не взял, из этого можно сделать просто какое-то золото. Сейчас, конечно, бизнес-бэй очень популярен, очень, потому что он близок к Бурж-Халифе, к различным торговым центрам, куда приезжает как раз-таки за шоппингом. Поэтому любой район в перспективе будет очень и очень востребован. Как мы знаем, строят объекты недвижимости в Дубае очень и очень быстро. Самая, не знаю, долговременная стройка, наверное, занимает два с половиной года. И при этом качественно, очень качественно. То есть, в принципе, рассматривать для инвестиций те районы, которые строят отдельные определенные застройщики и развивают именно под свои собственные кварталы для жизни, это перспективно тоже в том числе. Безусловно. Возьмите Эмар, Дамак, Дануби. У них такие шикарные проекты. Мы видели, что они планируют сделать в ближайшие пять лет. Это что-то невероятное. Еще раз повторюсь, там свои песчаные пляжи, свои голубые лагуны, свои парки. В Казахстане тоже есть такой красивый дом, где растут деревья из дома, прямо на балконе. И вот там как раз-таки очень много таких проектов, где вы просто выходите на, не знаю, там на 25-30 этаже своих апартаментов, а у вас на балконе растет финиковое дерево. Казалось бы, вау, сказка. Это реальность. И это та реальность, которую как раз-таки воплощают в жизни крупнейшие застройщики, с которыми мы работаем. А если брать отдельно стоящее здание в каком-то уже построенном районе, есть ли смысл туда вкладывать деньги? В Дубае можно вкладывать во все объекты недвижимости, особенно если это на стадии, так скажем, карандаша, да, когда еще нет фундамента. Как только строители одного из застройщиков положат первый кирпичик, цена возрастет на объект недвижимости уже на 30%. Поэтому мы говорим своим клиентам, что вкладывать свои инвестиции стоит в Дубае. Не то, что стоит, а нужно. У нас уже ряд кейсов от наших клиентов, партнеров, кто нам благодарен, что мы сделали их не только счастливее, благодаря тому, что подсказали, куда вовремя нужно вложить свои инвестиции, но и сделали их богаче. Поэтому Дубае – это сказка, которая очень близка и которая реально абсолютно для любого смертного. И тогда еще связанный с этим вопрос, мы можем в дальнейшем помочь перепродать? Безусловно. У нашего агентства, повторюсь еще раз, DD Real Estate, есть, так скажем, бонус для наших клиентов. Все-таки сервис должен быть сервисом. Если вы приобретаете у нас недвижимость и в дальнейшем планируете продать, потому что это был проект именно инвестиционный, мы вам в этом помогаем. Как правило, у нас есть очень много клиентов, которые находятся, например, в России или за границей и не имеют возможности непосредственно лично приехать в Дубай, чтобы мы встретили, показали объект, подписали контракт. Мы все это делаем удаленно. И, соответственно, продажей недвижимости мы также занимаемся удаленно. Мы помогаем своим клиентам и сопровождаем сделку от начала и до конца. И, как правило, после того, когда сдается объект, мы вручаем ключи нашим клиентам. На этом не заканчивается наше общение. Абсолютно. Мы просто переходим в другую стадию. Мы становимся друзьями. Мы поздравляем друг друга с различными праздниками. Мы не каждое утро, конечно, не каждый день спрашиваем, как у друг друга дела, но у нас есть постоянно вот эта вот связь. Поэтому наша цель сделать нашего клиента не только богаче, счастливее, но и подружиться. Это очень важно, да. И, знаете, прям у нас нет такой какой-то конкретной цели. Так, вот сейчас нужно срочно стать другом. Нет, это происходит само собой, потому что наши клиенты благодарны за все то, что мы делаем для них, за то, что мы заботимся о них. Поэтому миссия компании сделать наших клиентов счастливее. Давайте поговорим про приобретение недвижимости, про то, с какой минимальной суммы можно войти в проект в принципе. То есть какая общая сумма и от какой минимальной именно суммы можно вложить, вложиться и стать собственником уже строящегося проекта. Смотрите, начну, наверное, с предисловия такого. Недавно буквально участвовали на крупнейшей международной выставке в Казахстане, где представлены были различные застройщики. Ну вот и мы там оказались в агентство недвижимости. Мы представляли две страны, Турцию и Дубай. И наши потенциальные клиенты, проходя мимо, видели наши вывески, что мы предлагаем Дубай, Турцию, и как-то обходили нас стороной. Я сначала не понимала, почему. Я подошла к одному клиенту, ко второму клиенту, говорю, почему вы нас обходите стороной? Они говорят, у вас так красиво, у вас, наверное, так все дорого. Я говорю, ну как дорого? Ну сколько у вас стоит квартира в Алматы? И мы сравниваем цены в Дубае и в Алматы, и понимаем, что в Дубае это дешевле. На самом деле, квартиру в Дубае можно приобрести от 90 тысяч долларов. Это абсолютно адекватные цены, абсолютно нормальные цены. Полноценная ванн-бедрум. Да. Валмата плюс кухня-гостиная. Да, она будет небольшой, примерно 36-40 квадратов. Но она будет полностью мебелирована. У нее будет шикарный керамогранит. Вам, по сути, по факту, нужно будет купить, я не знаю, по-моему, там только телевизор, либо посудомоечную машину. У вас будет там все. Заезжаешь и живешь. За 90 тысяч долларов. Где вы за такие деньги купите квартиру? В Москве? Это даже получается дешевле, чем в Турции, в некоторых случаях. В Турции ценник есть и ниже. 75, я видела. Да, 75 и выше. Поэтому я и говорю, что Дубай настолько прекрасен, да, вот эта вот арабская сказка. И наши потенциальные клиенты, партнеры, они думают, что раз это сказка, то это недоступно. Мы стараемся развеять этот миф. Доступно абсолютно все. Главное не бояться. Стоит только прийти к нам на консультацию, спросить Ксения, у меня есть вот такая вот сумма. Ну что-то можем подобрать? Да, конечно, можем. Бывали случаи, что клиент приходит и говорит, у меня вот все последние 300 тысяч долларов. Хочу себе какую-нибудь маленькую комнатку. Камон, какая комнатка? Вы можете приобрести две полноценные квартиры. Клиент приобретает, говорит своим знакомым, друзьям. Приходят друзья и говорят, а что, так можно было? Поэтому да, не бойтесь, обращайтесь к нам, мы подберем объект недвижимости, который будет по вашим финансовым возможностям, по вашим желаниям. И вы станете счастливее и богаче. Тут можно столкнуться с тем, что люди захотят за эти деньги жить прямо около самого залива. А мы понимаем то, что это все равно некоторая отдаленность от него. Это где-то 30 минут от пляжа на машине может быть даже за эти деньги. Смотрите, вот вам предложат приобрести недвижимость там, где, скажем, на сленге тусят все туристы. Вы захотите там оказаться? Или же вы захотите побыть на своей песчаной личной лагуне, которая чуть дальше, в 20 минутах езды или ходьбы от основного? Да, конечно, вы останетесь на своей песчаной лагуне. Вы вышли из своих апартаментов и тут же оказались на собственном пляже за те же деньги, а может быть даже и ниже. Да, скорее всего, ниже, потому что вы не в гуще событий, там не у пальмы Джумейра, так скажем. И плюс чистая вода, потому что все равно там ходят, да? Конечно, да. Там такие бешеные фильтра стоят, бешеные в том плане, что они стоят огромных денег, естественно, очистка их 200%. Поэтому, конечно, иметь свой собственный песчаный пляж и кристально чистую голубую лагуну – это мечта. И эта мечта реальна и доступна. Стоит только обратиться к нам. Что выгоднее, перепродавать или сдавать? Вы знаете такой вопрос, на который, наверное, сложно ответить. Почему? Потому что перепродать выгодно, легко и просто. Сдать в аренду тоже можно, легко и просто. Сейчас, приехав в Дубай, не имея своего жилья, очень сложно снять какие-то апартаменты, снять квартиру на месяц, на два. Их просто нет. Соответственно, те инвестиционные проекты, в которые заходят наши клиенты, они уже гарантированно получают доходность по ним и гарантированно получают клиента, который у них эти объекты недвижимости будет снимать. Очень много жилья строится и очень много жилья требуется в аренду. Кто-то планирует приехать на пару месяцев пожить и уехать, смысл покупать, да? Кто-то, в принципе, там отдохнуть на недельку. Снять жилье сейчас в Дубае очень дорого. Очень дорого. Дороже, чем купить. А если брать по сроку окупаемости? В зависимости от района. Потому что все равно, конечно, ценовой сегмент на той же самой Пальме Джумейра или Дубае Марина, он разный. Насколько выгодно или интересно можно будет сыграть в выстрою? То есть купил и сразу практически продал. Сколько можно заработать? Мы своим клиентам, партнерам рекомендуем, если приобретать недвижимость для инвестиций, поддержать этот портфель у себя год. Но в идеале продать через 2,5 года после стройки. Почему? Потому что, как правило, мы стараемся подобрать объекты недвижимости для клиента, где мебелированы полностью квартиры или апартаменты. Естественно, мебелирована она становится тогда, когда уже подходит срок сдачи. Так как вся мебель дизайнерская, так как все материалы, из которых изготовлен тот или иной объект, это, как правило, какой-нибудь итальянский керамогранит и прочее, это все очень дорого. Стоимость данного объекта, имея уже мебель и законченный ремонт, возрастает в огромное количество раз. Минимум, на что может рассчитывать наш клиент, это 45% доходности и без потолка. Касательно графика платежей у разных застройщиков, он ведь разнится? Да, вы абсолютно правы. У каждого застройщика есть свои условия по оплате, но, как правило, этих условий два. Первое, либо 40 на 60, да, 40 мы идем для бронирования, 60 там в конце стройки. Либо беспроцентная рассрочка, внимание, на 7 лет. Вы внесли 10% предоплату, забронировали недвижимость, потом через месяц еще 10%, это вот 20%. А все остальное по 1% в месяц. Понимаете, знаешь, что такое 1%? Это какие-то копейки абсолютно. Беспроцентная рассрочка, это даже не ипотека, это Дубай. Очень выгодно работать с такими застройщиками. Соответственно, мы вот только с надежными и проверенными. А переуступку насколько легко или сложно реализовать? Если вы внесли за свой объект недвижимости 40%, вы имеете полное право перепродать данный объект на любой стадии. И застройщику мы в этом случае ничего не должны? Ничего не должны. А что, если пузырь лопнет? То есть цены слишком высокие, слишком принасыщен рынок вариантами. Что будет дальше? Мне уже энное количество лет, и я все жду, когда этот пузырь лопнет в Москве. Вы видели цены на московские квартиры? В Москве резиновые. Дубай тоже резиновый, поверьте мне. Там пустыня еще, ого-го, сколько можно застроить. Пузырь не лопнет. Абсолютно никогда в этом, я уверена, на 100, нет, не на 100, а на 200%. Это мое личное мнение. Я глубоко убеждена, что он резиновый. В Дубае он точно резиновый. Что относительно ужесточения каких-то мер по отношениям к туристам? Потому что туристы, можно сказать, позволяют себе все. Даже в отношении нарушения каких-то определенных норм шариата. То есть, предположим, короткие шорты носят. То есть полностью нарушают все, что только изначально было положено делать и не делать в этой стране. За исключением, конечно, того, зачем больше всего следится. Это вот как раз-таки даже самая преступность. Что относительно этого? Будут ли ужесточаться какие-то правила? И может ли в связи с этим измениться отношение к приезжающим и покупающим людям? Те туристы, которые, наверное, нарушают эти законы, ходят не по регламенту в коротких шортах и прочее, они просто себе, так скажем, портят историю. Они туда могут просто больше в эту арабскую сказку не попасть. Но что касается ужесточения к остальным туристам, которые тут ни в чем не виноваты, этого не будет. Почему? Потому что сейчас шейх Мухаммед издал такой закон. Вот у него есть цель. На данный момент проживает 3,5 миллиона человек в Дубае. К 40-му году там будет 13,5 миллионов. Это его цель. Каким образом эта цель будет достигнута? Конечно же, привлечение инвесторов, привлечение людей, которые переедут и будут там жить. Соответственно, где им жить? Им нужно строить новые объекты недвижимости. Поэтому стройка там идет круглогодично. Поэтому стройка самая максимальная, самая долгая. Это 2,5 года. Но вы знаете, при этом качество не страдает. Там самые красивейшие, наверное, здания мира, на мой взгляд. Просто прекраснейшие. Самые качественные. Поэтому я думаю, что у шейха Мухаммеда обязательно данная цель будет достигнута. Тем более с тем темпом роста приобретения недвижимости в Дубае. И с тем интересом, который есть у наших российских клиентов, у Казахстана. У нас очень много партнеров, очень много клиентов во всем странам мира. Чтобы вы понимали, наших офисов 250 по всей России и ближнему зарубежью. И это еще не конец. В ближайшие месяца мы планируем еще открыть 3 офиса. Это Грузия, Таиланд и Китай. Если брать относительно дифференцирования доходов, как интереснее было бы все-таки? Это вкладываться в одну страну или, например, вкладываться в разные объекты недвижимости в разных странах? То есть, предположим, та же самая Турция, о которой мы говорили, тот же самый Дубай, может, даже Грузия. У меня есть ответ на ваш вопрос. Есть такое замечательное выражение. Не держи яйца в одной корзине. По понятным причинам. Если вдруг что-то произойдет с одной корзиной, вторая должна работать. Поэтому, безусловно, когда клиент к нам приходит и говорит, вот у нас есть такой объем денежных средств, мы хотим вложиться в Дубай. Мы предлагаем вложиться и в Дубай, и в Турцию. И к нам прислушиваются. Прислушиваются, потому что у нас есть опыт. Потому что у нас есть реально рабочие кейсы, которые доказывают, что инвестиционный прирост будет и в Дубае, и в Турции. Поэтому, да, однозначно нужно разделять. Либо пробовать с какой-то одной страной, а потом уже переходить на Дубай или Турцию. Если вас заинтересовало приобретение недвижимости в Дубае или в Турции, звоните мне. Дарья Сорокина, ваш риелтор Вокруг Света. Дарья Сорокина, ваш риелтор Вокруг Света.